Друзья, сегодня мы поговорим с вами о мега-калибии широкопластинчатой. В Подмосковье этот гриб может появиться уже в начале июня. Шляпки выпуклые, до распростертых, голые, волокнистые, мясистые, серые или серо-бежевые. Шляпка у денежки широкопластинчатой, так ее еще называют в народе, может достигать достаточно внушительных размеров, от 5 до 15 см в диаметре. Мякоть у гриба белая, пластинки белые, кремовые, редкие, прикрепленные зубцом или свободные. Ножка плотная, с белой мякотью, сверху бежеватая, светло-коричневой, с заметными продольными волокнами, размером 8-12 см и диаметром от 1 до 2,5 см. Ярким отличительным признаком денежки широкопластинчатой является наличие огромного количества мелких жучков, которые живут в широких пластинках у гриба. Удалить их не составляет большого труда, достаточно подуть на пластинки, и насекомые исчезнут сами собой. Мегаколибии широкопластинчатые иногда похожи на также съедобные плютые оленей, которые тоже растут на остатках древесины, на упавших деревьях и на пнях. Но у колибии, в отличие от плютея, пластинки белые и мякоть не такая ломкая. Шляпка у нее штриховатая и сероватая, в отличие от плютея. К тому же у демонсиеллы широкопластинчатой есть еще одно отличие. Вот такая необычная денежка с серовато-беловатой шляпкой попалась нам на юге. Ножка у нее была достаточно длинная и тонкая, потому что росла на вустье ручья и тянулась к солнцу. На примере этой южной белоснежной красавицы мы с вами увидим еще один отличительный признак от плютея оленьева. Это мицелиальные тяжи, которые находятся у основания ножки. Итак, мегакалибия широкопластинчатая является съедобным грибом. Встречается она в смешанных, лиственных и хвойных лесах. На гниющей древесине березы, ольхи, бука, а также хвойных встречается она и на еле. Много денежки в лесу не найдешь, поэтому я всегда ее готовлю в ассорти с другими грибами. Здесь калибии лесолюбивые коричневатые, псатиролы серобуры, пара-тройка плютеев оленьих, а также удемонсиела или денежка широкопластинчатая. Грибы промываем в проточной воде, затем заливаем холодной водой, добавляем картофель и ставим на плиту. Из июньских грибов получается дивный и душистый грибной суп. А можно и сварить ароматную лапшу. В любом случае вы будете довольны результатом. Добавляем масло и ароматную зелень и можно приступать к трапезе. При исследованиях мегакалибии учеными из плодовых тел выделено специальное вещество-антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови в теле человека, что и определило роль гриба в возможности профилактики и лечения тромбоза. Приятного вам аппетита, дорогие друзья! Редактор субтитров А.Семкин